Промысел В этом цехе газ осушает до температуры не выше минус 20 градусов зимой и до минус 14 летом. Это только один из многочисленных параметров, за которыми следят работники промыслов на трех технологических нитках. Сама осушка газа предполагает несколько ступеней. Такой процесс продолжается год за годом в круглосуточном режиме. Сейчас здесь на первом промысле добыча газа за одни сутки равна примерно добыче газа в час в 80-х годах. И шум стоял такой, что вы бы меня даже вообще не слышали. Газ как младенец должен быть сухим и чистым. Поэтому цех очистки газа далее в программе экскурсии. Газ же идет из земли с водой и механическими примесями. И все это оборудование призвано привести его к товарному виду. Прежде чем гудящий поток поступит в магистральный трубопровод, он еще завернет к аппаратам воздушного охлаждения и дожимным компрессорным станциям. ДКС появились в 90-х, а еще раньше родился, как бы сейчас сказали, слоган, ставший легендарным. Лозунг «Газ Уренгоя Родине» как был в 78-м году, так он на сегодняшний день есть. Мы его немножко только реставрируем. А само словосочетание, можно так сказать, или цель, которая была поставлена в 78-м году, до сих пор, я считаю, она и актуальна. И мы стараемся ее поддерживать. И всегда и будем поддерживать, я надеюсь. Эти фотографии 40 лет назад облетели всю огромную страну. Посреди тундры, без дорог, спецтехники, привычных домов и семей люди верили, что трудности преодолимы. И доказали, газ здесь не только есть, его можно и нужно добывать. Сегодня коллектив ГП чуть более 100 человек. И в этот день его поздравил начальник уренгойского газопромыслового управления Равшан Абдулаев, а профсоюзный лидер «Газпромдобыча уренгой» Иван Забаев вручил сертификат на телевизор и кулинарно-юбилейный шедевр. Конечно, те, кто пускал промысел уже давно на пенсии, но есть ветераны с почти 30-летним стажем. Они многое помнят и могут сравнить. Раньше нам приходилось ходить каждый час в цеха, снимать показания давления, температуру, расход. Сейчас у нас все компьютеризировано, как вы видите, поэтому сигнализация выведена на пульт. Гораздо все легче и проще. После первого промысла журналистам показали вторую – разведывательную скважину. Именно с нее начался большой уренгой. И, кстати, она действующая. За ней регулярно следят геологи. На пресс-туре представители федеральных СМИ, для которых газовая тема профильная. Они в профессии давно и точно знают, что будет интересно. Я расскажу про людей, про то, какие они целеустремленные, какие они молодые, даже и опытные специалисты. Они молодые душой, они энтузиасты, они любят свою работу искренне, готовы о ней бесконечно рассказывать. Формат пресс-конференции ограничивает продолжительность разговоров о работе. Поэтому представителям руководства «Газпромдобыча уренгой» только самые актуальные вопросы. Один из них – о перспективах компании. Проводится работа по доразведке, в первую очередь, сражение и уточнение геологического строения запасов и природского запасов. И поиску тех объектов, которые не задействованы в настоящее время. Это по действующим запасам. А еще в планах разработка Ачимовских отложений, развитие дожимного комплекса и поддержание лидирующих позиций по добыче газового конденсата. В юбилейный для компании год, как не вспомнить героиню фильма «Москва слезам не верит», которая, как известно, была руководителем большого предприятия. 40 лет жизни только начинается, это уж я теперь точно знаю. С пожеланием полнотрубной жизни коллегам Константин Портных, Алексей Переведенцев, Новый Уренгой.